Ваше участие в этих мероприятиях не является ли сегодня сигналом для оппонентов? Мы помним, что в напряжённые дни 2020 года, когда вы были на Гродницком полигоне и заявили, что вам приходится принимать серьёзные решения и войска отправлять на западные рубежи, то есть приводить в полную боеготовность. Сегодня идёт наращивание вооружения вокруг наших границ, вблизи. И если сравнивать обстановку тогда и сегодня, Ну, естественно, что разница здесь колоссальная. И то, что было тогда и сегодня, разница заключается в том, что нам не надо уже на уровне президента выдвигать, будет и поднимать, приводить в полную боевую готовность таким образом наши подразделения. Они уже будут здесь. И не только здесь. Это только один эпизод, это один пункт, а у нас их будет несколько, не будем говорить сколько. Их будет немало, и мы в мирное время, вот как сегодня, отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно, в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, Вот мы займём эти пункты. Они должны быть труднопроходимыми, как минимум труднопроходимыми для противника. Разница очень большая. Тогда, в принципе, мы не думали, что нам придётся воевать, мы думали, что всё нормально, мирно. Наши соседи будут вести себя так, как они нам всегда рассказывали, А оказалось, нет. Поэтому вот заблаговременно будем готовиться к защите своей Родины на направлениях вероятных атак нашего государства. Таких вот, не таких, как здесь, а более масштабных центров будет несколько по периметру нашей границы, с учётом современных войн. Всё здесь создавалось с учётом боевых действий в Украине и с учётом инструкторов, спасибо МЧБК БАТО, которые приезжали и рассказывали, показывали нам, как это в бою. Отличия небольшие, правда, были с теми знаниями, которыми мы обладаем, но они были, были и существенные отличия, и мы рекомендации эти выполняли. Ребята наши, я уже говорил, с удовольствием с ними тренировались. Этот опыт современной войны, он полностью нами усвоен. К середине будущего года, ну вы эпизоды эти слышали, и даже по связи, а это очень важный элемент современного боя, к середине будущего года мы будем иметь всё в полном объёме, что нам необходимо. Связь, разведка, беспилотники, ударные беспилотники в том числе, ну и вот активная защита. Вот всё, что вы видели сегодня, это оборона нашего государства. Мы не наращиваем вооружённые силы у границ, допустим, Польши и стран Балтии, для того, чтобы их атаковать. Мы это не делаем. Но, как вы слышали только что, что обороняясь, мы это будем делать активно, чтобы в любой момент перейти в наступление, если нам для этого будет необходимость. Это работа на земле. Вот то, что мы увидели, работа на земле, и элементы беспилотники в воздухе, как разведывательные. Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, у нас на это и средств нет возможности, но у нас есть, как всегда, возможность нанести ему неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлемый. Поэтому вот, тренируемся, ничего чрезвычайного здесь нет. Все, что мы сегодня видели и вы видели, это поставлена задача была министру обороны. Больше года, наверное, назад мы договорились, что нам надо посмотреть, мы это видим, как идет война в Украине, сделать соответствующие выводы. Ну и последнее контрнаступление, вот в апреле, когда украинцы начали на россиян на этом фронте, мы посмотрели, как защищаются россияне. Все элементы здесь присутствуют. То есть, начинали это сооружение строить с одним замыслом, а в конце получилось, что это совсем другой замысел, потому что каждую неделю, каждый месяц оборона совершенствовалась у россиян. И мы все это привнесли сюда. Все здесь присутствуют, все элементы. Как я обнимаю, я с вами говорю сегодня. Игорь Георгиевич, от локального к глобальному, так скажу. Тут на днях Конгресс США принял временный бюджет, и в нем не нашлось места для военной помощи в Украине. Вот как вы думаете, какой сигнал тем самым поддает Вашингтон, что это означает для Киева? Мы действительно приблизились на шаг к миру, хотя бы на маленький, небольшой, или это какая-то предвыборная финансовая игра? Содержание этого сигнала заключается в том, ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте. Это же уже во всех средствах массовой информации даже. Упрекают Владимира Александровича Зеленского, то, что он медленно наступает, успехов контрнаступ не принес, и воюют старики куда-то годно, давайте молодежи и побольше. А молодежи-то нет. Ну, это уже их проблемы. Поэтому это уже не сигнал, это конкретные действия. Убивайте побольше украинцев. Это первое. Второе, это более глубинно, давно уже видно, они думали, что в результате контрнаступления они как минимум освободят территории, которые сейчас являются территориями Российской Федерации. Не получилось. С контрнаступлением не получилось. Украинские вооруженные силы увязли в своем контрнаступлении. Проблем, конечно, там хватает. Это же война. Нельзя говорить о том, что вот украинцы такие-сякие, у них ничего не получается. Где-то 100 метров туда, где-то 100 метров сюда. Но фронт, линия соприкосновения, она стоит на месте в основном. Движение есть туда-сюда. Вот за такие высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, там за ночь, к вечеру их россияне выбивают, потому что высота позволяет обстреливать на десятки километров территорию. Поэтому очень сложно этот контрнаступ осуществлялся. Сейчас, я могу сказать, это мое мнение, первый этап провалился. Сейчас они готовят второй этап и обозначили 4-8 недель. Что вот за эти 4-8 недель надо что-то на фронте сделать. Почему американцы их подталкивают и торопят? Я про европейцев уже не говорю. Это отдельный разговор. Американцы. Потому что и политическая ситуация, вы знаете, что авторитет властям и Байдену эта война авторитета не дает. Он и так по всем социологическим вопросам проигрывает. А здесь надо же какая-то победа. Надо что-то американцам положить на стол для того, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Думаю, что это не получится. Ищут новые варианты. Вплоть до прекращения поддержки Зеленского. Но один нюанс, на который я хочу обратить ваше внимание. Вот и мы, и россияне, и журналисты, все время говорим о том, вот попрошайка такой-сякой, себя ведет не солидно, непорядочно Зеленский и так далее. Я должен сказать, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно. Сейчас я вам расскажу, в чем дело. Когда начиналась эта бойня, она готовилась до 2014 года, особенно после 2014 года, вот как наш командующий направлением говорил, в районе Бахмута, в районе Донбасса, там Донецка, вот этих вот направлений, они создавали еще мощнее эшелонированную оборону, полагая, что там россияне прежде всего будут наступать. И сами готовились к такой активной обороне. Затем, американцы, заметьте, в результате переговора сказали Зеленскому, Володя, будем воевать, мы тебе сделаем все. Роли распределены, ты будешь воевать до последнего украинца. С стороны американцев мы мобилизуем все, что можно в поддержку тебя. Мы даем деньги, мы даем вооружение и прочее, прочее. То есть распределили роль. Зеленский, не будем его сейчас характеризовать, правильно он сделал или нет, видим, что неправильно. Подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Согласился Зеленский. Что дальше происходит? Он до последнего украинца воюет, а они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещали, или дают старье. Ну, это естественно, он даже утилизирует все это. Зеленский задает вопрос, как же так? Он не говорит, что мы с вами договорились, но такие были договоренности. И Запад, европейцы и особенно американцы, этот коллективный Запад, они не выполняют договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович ему говорит, негодяи, почему вы не делаете то, что обещали? Он едет, от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была? Это глубинная вещь, чтобы вы понимали. Он ведет себя правильно. Но он понимает, что его кинули Европа и Америка. Как бы они не демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я говорю вам точно, исходя не только из моего анализа и умозаключений, а исходя из всех контактов, которые у меня лично были, не только у меня, но и у наших военных и госбезопасности. Европа воевать не хочет. Европа не хочет, чтобы этот конфликт разрастался. Почему? Потому что это в нашем доме. Американцы далеко. Они думают, что отсидятся за Атлантикой. Они далеко. Для них это, наверное, нагрузка приличная, но не такая. Нагрузка только в том, что ежесуточно 24 на 7, как вы говорите, работает станок. Они печатают деньги. Инфляция доллара перекладывается на весь мир, кто с этими долларами связан. Ну и утилизируют, как вы правильно сказали, все это старье. То, что им нужно там испытать, они испытывают. И таким образом даже европейцы безумные там, я женщину очень уважаю, но это звучит больше всего из женских уст, говорят о том, что это самая дешевая война. Самая дешевая война. Да, совершенно верно, потому что до последнего украинца воюют. Полмиллиона, больше уже полмиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежали. Что делать? Сейчас хватает уже, не только своих хватает, но и за пределами Украины. В Польше и в других странах хватают этих украинцев и везут туда, плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине. В очередной разовору надо остановиться. Ибо будет хуже. Вы видите, что запад уже, поляки готовы прихватить запад Украины. А с этой стороны, вот сейчас перемелет основные силы, технику и живую силу россияне. Они уже по всем направлениям, вот я уже замечаю, каждый день информацию эту получаю. По всем направлениям россияне начали, они уже не сидят в засаде здесь, они ведут активную оборону. Они уже атакуют. Украинцам воевать нечем. Они, даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Вы же понимаете, у нас медленно запрягают, но потом быстро едут. Вот Россия поехала. Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае, никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет. Ни с украинцами, ни с западом. Они уже с россиянами будут потом здороваться через западную границу. В интернете активно распространяется видео с абрамсами в Клайпиде. То есть вместо белорусского калия американские танки. То есть это вот говорящая картинка, которая в полной мере отражает, что происходит. Милитари вместо мирного сотрудничества. Эти танки могут остаться у наших границ, а в Польше вообще Суваловский коридор открыто уже называют горячей точкой НАТО. Вот на ваш взгляд, вы, кстати, неоднократно говорили о том, что планы Белого дома, о том, чтобы расширить конфликты за счет втягивания Польши. Что, к чему готовятся наши соседи? Вы знаете, у меня складывается такое впечатление, опять же говорю, это мое мнение, что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия. Вот это вооружение Владимира Александровича Зеленского и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса действия, ну пусть даже 300 километров. Вы представляете, на глубину 300 километров ракеты мощные будут поражать российскую территорию. Вы что думаете, что президент России и военные будут на это спокойно смотреть? Просто вот это нагнетание, эскалация приведет к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол. А еще одна такая атака на глубину, и будет ответ колоссальный. В противном случае, зачем это оружие? Поэтому вот они все время, американцы, европейцев толкают в эту сторону, и сами начинают активизироваться для того, чтобы подтолкнуть военных России к применению крайнего оружия. Вот в чем опасность. Опять глупцы думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну. А то, что они там танки эти выгружают, ну где-то же надо их выгружать. Пусть выгружают, только литовцы же должны понимать, что они от этого ничего не получат. Они их просто используют. Мы это все видим. Министр мне, ну минимум 2-3 дня докладывает обстановку вокруг границ, которая складывается. И спокойно готовимся для того, чтобы работать против этих танков. Но опять же, это же леопарды не новейшего образца, да и не для нашей территории они созданы. Поэтому, наверное, американцы это понимают и не очень сюда тащат эти леопарды так, как хочет Зеленский. Но пообещали же, я же вам рассказал. Пообещали, поэтому хоть старье, но отдают. Если они останутся в Польше на границе, хорошо. Против старьяш проще воевать, чем против нового. Поэтому мы тоже на это с беспокойством смотрим. Ну, особо не паримся. Человек, который будет за трибуной стоит, он будет на передовой. Вы же не заметили, что он боится кого-то. Мы просто готовимся. Готовимся для того, чтобы быть готовым, извините за тавтологию, отразить любые попытки, даже попытки нападения на нашу территорию. Не за горами выборы в соседней Польше, парламентские выборы. Да, вот-вот-вот. И как вы считаете, может ли конкретный кандидат, который сегодня борется за власть там, изменить риторику Варшавы в сторону Минска? И еще под вопрос, как могут сложиться отношения между Белоруссией и Польшей после выборов? Ну, еще один инсайт. И ваша ошибка, извините, что я так говорю. Вот Туск и это Пис, описанное, это одно и то же, нам тут ждать нечего. Вы знаете, в отношении Белоруссии и России мы не знаем, какую будет проводить политику новая партия Дональда Туска, если она победит. Ну, исходя из логики, надежда всегда есть, что эти понятно, как себя ведут и будут вести, а как будут вести те, надежда какая-то есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут работать на то, чтобы наладить отношения. Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты Польши, и в том числе, которые работают у нас. Они, надо отдать им должное, молодцы, они понимают, что происходит, но тоже руки опустили, ждут выборов и говорят, ну, если новые силы придут к власти, то есть надежда, что будет какая-то перезагрузка. Ну, да, на это можно надеяться, но мы ведь, вы же видите, мы ни на что не надеемся. Мы готовимся по максимуму к худшему варианту. Готовься к худшему, лучшее, ну, хорошо. Воспринимать. Да, будет, значит, лучшее. Но по поводу этого инсайда, когда говорят, что все равно, нет. Дональд Туск – это проевропейский политик. Описанный это пис, пока я говорю о Дуде Моровецком. Это халуи Вашингтона. Это увязшие по уши и на поводке находятся у Вашингтона. Между европейцами и Вашингтоном, уж понимаете, разница приличная. Просто они пока помалкивают кто-то, но уже и не только помалкивают. Если говорить о Венгрии, вы видите, как себя ведет премьер Орбан, национальный лидер их. Вы видите уже, как электорат реагирует, например, из Словакии, да, выборов. Не помалкивают. Вот Туск, работавший в структурах европейских, это проевропейский политик. А я уже говорил, что даже по конфликту в Украине, Европе эта война не нужна. Поэтому Туск, будучи проевропейским политиком, есть надежда, что он будет все-таки действовать в интересах этой самой Европы. А эти, понятно, они хотят быть, ну если не пупом, то пупком всей планеты. Они хотят здесь быть, они вооружаются, они уже напрягли, всех напрягли. Вы посмотрите, уже в каком-то непонятном состоянии Германия находится. Они уже ненавидят руководство Польши, немцы. Возьмите реакцию французов, да всех. Что им нравится, что Европа тут, они же прямо заявляют, эти дуды-моровецкие, что они изменят мир, цитата. Слушайте, они изменят мир. Это то самое, что я вот сейчас бы вышел и сказал, постреляли, постреляли, и на этом фоне сказал, завтра я изменю мир. Безумство. Поэтому это полностью подконтрольное, на поводке Халуи Вашингтона, нынешние власти Польши. Они увязли в этом, обратной дороги нет. Хотя, я их знаю давно, они могут развернуться. Но, наверное, американцы не дураки, они их повязали намертво. Поэтому для нас политика их понятна. Это будет проамериканская политика. Варшава будет опорой Соединенных Штатов Америки. И то, что они тусню начали эту возню с Украины, по поводу там зерна началось, а сейчас уже и глубже. Уже оскорбляют друг друга и так далее и тому подобное. Хотя бы помолчали. Но это полный провал Варшавы. Полный провал. То, что они накатывают на Украину, это их провал. Я как политик говорю, в этой ситуации рот надо зашить и молчать. Они начинают ляпать. А как молчать? Перед выборами не получится молчать. Надо что-то делать. И они делают ошибку за ошибкой. Но все равно считают, что Америка им все сделает, Америка все даст. Вот уйдет Байден. Конечно, там Трамп или кто-то придет. Вы же помните его политику по отношению к Польше. Там он бывал и проще. Не знают, что Трамп уйдет от Польши. А может и уйти. Дональд такой. Он развернется и пойдет куда угодно. Даже россиян может поддержать. Это прагматичный человек. Там, где будет выгодно, туда и пойдет. И это большой риск для поляков, для Польши, нынешней власти. Это большой риск вот так вот в одном направлении ринуться. Туск – это другой человек. Это проевропейский человек. Но, конечно, он не будет за Европу против Америки. Но, по крайней мере, думаю, что бежать, как это делают эти писалцы, он не будет за американцами. Не будет. Это все-таки европейский человек. Что касается Европейского Союза, вы, наверное, знаете мою позицию. Я о ней давно говорил, что я категорически поддерживаю существование Европейского Союза. Потому что одна из опор нашей планеты. США, Европейский Союз, Китай, индусы, россияне – это опоры. Особенно США и Европейский Союз. Если рухнет Европейский Союз, будет жарко всем. Но, очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже и поворачивается в нашу сторону. Есть такая надежда. И новая, если будет эта власть в Польше, думаю, что они не дураки. Страны понаблюдали. Они в этом направлении разворот совершат. Вот в этом плане мы это все воспринимаем. А все остальное – это болтовня. Они же уже говорят, вот не было бы Лукашенко, нам надо было придумать. Оказывается, Лукашенко стал у них одним из каких-то камнем преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической этой борьбе. Не знаю, плохо это или хорошо. Наверное, не совсем плохо. Если они о наших проблемах начинают говорить и начинают не только говорить, но и где-то считаются с нашей позиции, все остальное – это болтовня. Ну, как можно на референдум внести вопрос, мы будем сносить стену, которую построили на границе с Белоруссией, или не будем? Да любые поляки же умные люди, здравомыслящие, такие как мы. Тут подумают, скажут, слушайте, ну построили уже, 500 миллионов долларов или евро вложили, половину украли, толку от этой стены нет, но сейчас что, еще 200 миллионов для того, чтобы снести? Да пусть уже стоит. Ну, а как иначе ответят? А они же потом будут использовать этот фактор, что вот население поддержало их в борьбе с мигрантами. Хорошо, что ваши коллеги, ну и мы тут помогли в какой-то степени, вскрыли вот эту коррупцию на миграционных потоках. Теперь и в Беларуси те, кто, да вот это Лукашенко там полякам мешает жить, уже и белорусы поняли, что на этом же зарабатывали. Огромные деньги кто зарабатывал? Ну не вы в своей редакции БУК и не я, а они зарабатывали, они брали взятки и запускали, этим немцам запускали этих мигрантов. А мигранты, они всегда шли через нашу границу, а когда началась война в Украине, то весь поток пошел сюда. Там часть шла, там сейчас вот через Средиземное море есть поток миграции, а по суше, особенно когда сбежали американцы с Афганистана, мы видим, мы знаем, кто там, которых мы задерживали. Они идут оттуда и ищут новую жизнь. И их туда немцы позвали, и не только немцы, Европейский Союз. И поляки молодцы. Они как посредники зарабатывали хорошие деньги, тысячи долларов, и забрасывали немцам туда разного рода мигрантов. Поэтому по миграции какие к нам вопросы? Мы свято хранили здесь позицию, не пуская, придерживая этих мигрантов. Но они же отказались работать с нами по миграции. Года два тому назад, они же отказались. Вы помните, я сказал, ну раз вы ввели против нас санкции, войну экономическую развязали. Если вы отказались вместе работать по миграционным вопросам, они первыми это сделали. Ребята, я умываю руки. Я же честно и откровенно сказал, я не буду ловить этих бедолаг, как это было раньше. Вы там их принимайте, ловите сами. Какие ко мне вопросы? Они думают, что это все забыли. Да нет, ни поляки, ни белорусы это не забыли. Поэтому это результат их политики. Это миграция. И посмотрите, как они себя ведут. Демократы. Эти демократы в Америке как ведут себя. Они же не осудили даже их. Они же убивают их и выбрасывают на нашу территорию. Мы это все показываем, демонстрируем. Документы им передаем. Тишина. Вот такая у них демократия. Поэтому, да, сегодня идет активная вакханалия вокруг выборов. Это мы понимаем, это естественно. Кто там придет к власти, это зависит от польского населения. Но единственное, в чем мы вмешиваемся в эти выборы. Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы этого не хотим. Мы никогда не ставили своей целью обострять, не воевать с поляками, даже обострять с ними отношения. Нам это не надо. У нас 200-250 тысяч поляков живет. Правда, наших. Это мои поляки. Я всегда так подчеркиваю. Это поляки, но это мои поляки. И они не хотят в Польшу ехать. Они здесь живут и будут жить. Вот губернатор один, губернатор второй, они здесь на Западе в основном живут, они им проблем никаких не доставляют. Они у нас у власти эти поляки. У нас нет принципа, что вот поляк, значит, ты к власти близко не подходи. Я даже Юре говорю часто, Юр, у тебя, наверное, там в роду точно поляки. Юрий Витольдович, губернатор, губернатор на Западе. Я никогда вопросов этих не задавал, назначая его на эту должность. Потому что я уверен, что это белорус, про-белорус. И даже если у него там, я правда не знаю, Юра, но даже дай бог, чтобы у тебя там корни были. Лидер вместе с гробинским губернатором, лидер в нашей стране. Первый регион. Я абсолютно интернациональный человек. И я не хочу, чтобы поляки думали, что вот Лукашенко там враг Польши. Они же так преподносят это народу. А что такое Лукашенко? Лукашенко же президент белорусов. У нас же белорусы такие. Я вот этого не хочу. И в этом мое вмешательство в выборы в Польше. Если это можно назвать вмешательством. Я хочу, чтобы поляки знали, что здесь происходит. Они знают. Они же к нам приезжают. Вы живете в Бресте. Вы видите, мы не закрыли. Мы наоборот открыли им границу. Да, ребята, у вас сегодня туговато там с нефтью, с газом и прочее. Благо старшему брату мы имеем и газы, нефть. Вы хотите там приехать топливо купить? Покупайте. Люди пусть общаются. Не надо закрываться. Нет, мы людей своих сюда не пустим. Латыши, литовцы, поляки. Почему? Потому что Вольфович с Хрениным и Тертелем их вербуют в спецслужбы. Слушайте, какая дурь и глупость. Если нам надо завербовать кого-то, есть правила определенные. Наработки определенные есть. Поэтому никто, их не хватает на границе и не вербует. Об этом же говорят поляки, латыши и литовцы. Их никто не вербует. Это была бы глупость несусветная. Не дай бы Бог, я узнал об этом. Они бы перечеркнули все, что мы делаем по поводу вот этих открытостей. Отсутствие виз. Это все перечеркнуло. А, вот вербуете. Но безголовые. Они уже ничего не могут придумать существенно, чтобы с нами бороться. И чтобы сдерживать вот этих людей из Польши и Литвы и Латвии к нам. А люди, побывав здесь, возвращаются домой. Да нормальная страна, нормальные люди. Они и это окно хотят закрыть. Ну, люди разберутся во всем. Не хочу вмешиваться в их выборы, но хочу, чтобы поляки не думали, что здесь живут их враги. Мы были добрыми для них соседями и будем. Спасибо. Александр Григорьевич, если уже про польские выборы поговорили, меня с тобой не согласны. Что, про наши теперь? Конечно, у нас это важнее. У нас же скоро единый день голосования, уже осталось-то пару месяцев. Вы недавно поручили подключиться к Совету Республики к электоральной кампании. Нам глава Совета Республики, в общем-то, рассказала, что, естественно, будут характеризовать и тех людей, с которыми уже работали бок о бок, и новых людей, которые уже себя проявили на местах. Естественно, началась такая не волна, но маленькая волнушка. Вот, поназначают все своих, все уже давно определено и так далее. Как вы к таким заявлениям относитесь? Вы знаете, я и слушать не хочу, кто там говорит, поназначаем своих. Вот все вы мои. Почему я рад буду, если вы попадете в выборные органы власти? Что-то смешно. Вы знаете, когда я открыто сказал, что да, мы будем участвовать в выборах власть. Ну, думаю, ну, скажу прямо, что мы будем делать. А, может быть, вы знаете, вот тут народ будет избирать, ну, как все, знаете, юлить. Все же понимают, что власть есть власть. Власти мы будем каким-то боком в этом участвовать. Но, чтобы не опаскудиться совсем мне и моим подчиненным, вот они, они же главные роли в этом играют, я буду делать это аккуратно, я буду делать это красиво, понимая, что мерзавцы уже не попадут в эти органы власти. И потому, по некоторым, что и та же Качанова, и Сергеенко, и особенно губернаторы, их хорошо знают. И они людям скажут, ребята, смотрите, это такие, такие, такие. Это имелось в виду, когда мы с Качановой ввели этот разговор, я и сказал, у тебя верхняя палата, ты людей этих знаешь, а принцип же такой, чтобы 25-30 процентов остались в новых выборных органах. Те, которые поработали, нам опыт нужен. Нельзя, вот, чоком всех смели, пришли новые, и вы знаете, год-полтора, я же работал в парламенте, он будет ходить, не знает, в какую дверь зайти. Преемственность – это очень важное дело, очень важное. Вот это я имел в виду, а то, что мы, власть, будем организовывать выборы, это да, притом я же не ставил Качанову задачу проводить выборы. Выборы будет проводить ЦИК. Но там же всего ничего, там же три человека только, работают на постоянной основе. Остальные – любители. Кто поможет? Есть администрация президента, где нужно подключить правительство. Но главное – это парламентарии, палата представителей и Совет Республики. Потому что они переизбираются, поэтому они должны помочь провести эти выборы. Нельзя давить на вас. Поэтому ориентирую губернаторов и начальников у всех, и парламентариев на то, чтобы, если нужно уже, попросите людей. Надо рассказывать. И в этом заключается роль руководителей палат парламента, губернаторов, всей вертикали власти – донести правду до людей. Вы тоже можете подумать, ну, это я так говорю, это не так. Знаете, почему так? Потому что ситуация изменилась. Уже нет тех фондов, фондиков, которые кошек, собачек должны были на поводках водить, кормить, лечить, а деньги на политику отправляли. Их уже нет в таком объеме. Под плинтусом кто-то сидит, под веником кто-то сидит. Поверьте, что, ну, не абсолютно всех, но подавляющее большинство мы знаем. Мы их видим, контролируем, если нужно. Откровенно вам говорю. Поэтому мы вам эту информацию выдадим. Более того, если нужно нам кого-то поддержать, особенно вот эти 30%, вот для меня это главное. Оставить 25-30% и женщин. Это более стабильная часть нашего общества. Вы знаете мою здесь позицию. Вот тут мы откровенно будем говорить. И будем вас просить, поддержите. Вот и все. Остальное вы определяетесь. Вам жизнь, вам сейчас Лукашенко и другие передадут страну в ваши руки. Ваши крепкие, мощные, надежные руки. Вам надо готовиться к тому, чтобы управлять и хранить эту страну. Александр Григорьевич, еще небольшое уточнение. Вы уже затрагивали эту тему, но такой вопрос, он витает в воздухе. И он, правда, важный для людей. Компания ближайшая электоральная, конечно, не президентская, но она новая. И в НС, и единый день голосования. Поэтому вот вопрос. Страны Запада будут как-то пытаться вмешиваться в наши выборы, какую-то бучу организовывать? И есть ли вероятность того, что что-то в какой-то степени повторится из событий 2020 года? Не повторится. Это невозможно. И я, всего я, и губернаторы, и другие, мы уже не пацаны. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020 году это произошло? Ну, я думаю, ну, фонды эти, ну, эти, ну, демократия, ну, там, Запад этот, опять под санкции попадем. Ну, ладно, сделаем демократично. И что? Нам спасибо сказали? Нам спасибо не сказали. А потом вместе с россиянами в одну лодку, с агрессорами, и все загрузили. Потому что давно было определено. Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы будем исключительно подходить своих позиций, потому что мы и увидели, что это за демократы. Мы люди опытные, обучаемся как следует, поэтому пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим. В том числе и потому, что есть вы. И за вас я несу персональную ответственность. Это самая большая нагрузка. Для меня это вы. Ну, я имею в виду те сторонники, которые сделали ставку на президента. В том числе и силовики. Я за вас отвечаю. Вы мои дети. Поэтому я и все мы никому не позволим страну раскачать. Это наша страна. Те, кто раскачивают, знают, к чему это приведет. Мы недавно заявляли о том, что нужно пересмотреть механизмы поддержки многодетных семей. Но как быть с контролем за тем, как воспитывают детей в этих семьях? Вот сейчас суд идет по громкому делу. В Слуцке родители убили мальчика трехлетнего. И от подробностей мурашки по коже они признали вину. Три года издевались над ребенком. Три года избивали. Родился он недоношенным, потому что мать выпивала. И, в принципе, он был нежеланным. А в детский дом не отдавали, потому что пособие хотели получать, как многодетные. И это вот вкратце. На самом деле подробности очень жуткие. И неужели никто не видел этого? И не замечал? То есть родителям, да, суд вынесет приговор. Но вот как с остальным быть? Да, вы правы. Вопрос в вопросу. Моя хата с краю, ничего не знаю. Поэтому, ну, это уже я должен и претензии вам предъявить, и попросить вас, чтобы мы все активно в этом участвовали. В противном случае, то, о чем я говорил, мы не реализуем. Ведь для того, чтобы понимать, этой семье отдавать деньги или же одевать, обувать, как я когда-то это делал, кормить детей самим нам, мы с вами должны выработать такую систему, которая позволила нам знать, что происходит в этой семье. И чтобы мы не были безразличными. Ну, даже что людей упрекать? Конечно, и люди виноваты, кто-то же видел, и немало видели. Он в больницу попадал с черепно-мозговой травмой? Да, совершенно верно. И врачи. Ну, системы не было. А, попал, врачи вылечили, не вылечили, вернули этого ребенка. А если бы была система выстроенная, оценки этих многодетных и прочих семей. Даже и в немногодетной семье, если над ребенком издеваются. Ну, что это такое? Для меня это запредельно. Поэтому я хочу, чтобы многодетным помочь. Я хочу помочь. Почему? Потому что нам нужны люди. Демографическая проблема. У нас тот провал 90-х, он вот сейчас сказывается. Но и не ахти, что вы и рожать хотите сегодня, женщины. Надо контролировать семьи. Власти должны, мы должны выработать такую систему поведения, чтобы мы хотя бы знали, что это за семья. Думаем, как создать такую систему, соответствующую контролю. Идея заключалась в том, чтобы деньги, которые государство детям передает, мы же не только многодетным, мы же помогаем и немногодетным. Чтобы они доходили до детей. Чтобы дети получали эти деньги. Какая это будет система? Честно говоря, я не знаю. Даже вот по вашему вопросу я слышу, что это непростая будет работа. И систему эту разработать будет сложно. Но только знаю, что без вас мы это не сделаем. Это должны нам помочь люди на местах. Александр Григорьевич, вы сегодня несколько инсайдов раскрыли. Раскройте, пожалуйста, еще один. Недавно Министерство юстиции зарегистрировало фонд первого президента Беларуси, фонд Перл. Ну, название говорящего. Я так полагаю, что это реализация того вручения, которое выдавали полтора года назад, о том, чтобы под патронатом президента была такая единая структура. Расскажите, чем будет заниматься фонд первого? Как вообще это будет работать? Ну, во-первых, это, Алена, благотворительный фонд. Ну, я так хочу, чтобы он был. Фонд создали, еще ни одной копейки на счетах этого фонда нет. Ни руководителя, никого еще нет. Я, можно сказать, свое имя отдал туда фонд первого, чтобы мы могли собрать какие-то деньги и помочь нуждающимся. Это главная его задача. Но почему он появился? Вы же знаете, что мы эти все фонды и фондики про собачек, кошек, мы же их всех прикрыли. Потому что они занимались политикой, страну перевернуть хотели на эти деньги. Но я подумал о том, ну, закрыть то мы закрыли, но, видимо, в Западе же не все идиоты. Те, кто нам помогали по-хорошему и хотят помочь, но юридически не могут. Это было мое предложение. Тогда я говорю, слушайте, давайте под эгидой президента создадим этот фонд. Открытый абсолютно, чтобы люди, которые в этот фонд вносят средства, понимали, куда идут эти деньги. Открытый фонд. Главное, что мы сможем аккумулировать деньги тех, кто неравнодушен. Вот это очень важно. И с моей стороны гарантия того, что эти деньги разворованы не будут.